Итак, чтобы сформировать расцификацию, нам нужно сначала удостовериться, что вообще находится в этом файле. То есть мы переходим в 3DVid, смотрим, что у нас здесь есть, отключаем все связи. Ну вот, смотрим, да, связи импортированной категории, да, ДВЖ какой-то есть, или это нет. Далее мы приближаем и смотрим какой-либо элемент. То есть мы когда его выбираем, если мы его выбрать не можем, он либо в группе, либо еще как-то. И нажимая Tab, мы можем перебирать различные элементы, которые он нам дает. То есть мы просто наводим и нажимаем на Tab. После того, как мы выбрали конкретный элемент, на него нажимаем, выделяем, и мы увидим, что перегородка, керамзитовый блок. Здесь мы видим различные параметры данной модели. Чтобы сделать конкретную спецификацию, мы идем в спецификации, в ведомости, создать количество. Дальше мы выбираем стены. Дальше мы выбираем различные параметры, которые у этих стен есть. В первую очередь это 700 тип размер, это уровень, да, или базовая зависимость, это по сути на каком этаже он находится. Дальше, что нас интересует, это объем. Ну и вот, допустим, три параметра. Говорим ОК, и он, собственно, нам создает спецификацию. Вот, собственно, мы видим данную спецификацию, где какие стены, то есть лещность лифтового узла, перегородки и так далее. Мы можем данную спецификацию формировать, то есть мы открываем фильтр, можем фильтр только по базовой зависимости, да, если мы не можем отфильтровать. Но мы можем, вот, семейство типа размер, допустим, не для каждого экземпляра, а, собственно, по семейству типа размера у нас сформирует их. Чтобы он объем вычислял, нам необходимо сделать данное поле рассчитываемым, то есть вычислять итоги. Говорим ОК. Ну, соответственно, он нам посчитал различный объем различных типов стен. Дальше, допустим, нам нужно отсортировать по этажу. Мы говорим, фильтр, базовая зависимость равна этаж 11. Говорим ОК. И все стены этажа 11, они, собственно, вот сформировались. Объем рассчитался. И мы получили нужные нам объемы.